Не стульем, ничего. Хорошо. И мы готовы работать. И сейчас переходим к первому клиенту. Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую копию энергетическую каугар, воплощенную на Земле. Один, два, три. Каугар нашла. Хорошо. Смотри, пожалуйста, считай ее генетический код по структуре эфирного ДНК, воссоздай ее оригинальный образ, проведи идентификацию с личностью фотографии, которую ты видела. Сама. Хорошо. И вместе с тонкой копией GoHard совершите квантовый переход в чистую нейтральную зону твоей комнаты диагностики. Будьте в ней. Мы здесь. Хорошо. И мы приветствуем GoHard и интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Ну, она вроде как согласна, но она сомневается. Она сомневается? Да, она согласна, но у нее, да, куча сомнений. Хорошо. Пожалуйста, считай, какой ее физический параметр в виде процентов энергии и частоты вибраций, этой энергии в герцах. У нее 120 энергий и 15 вибраций. Вообще она энергичная очень и такой ум у нее логический, математический ум. Хорошо. Хорошо. Давай попросим тонкую копию GoHard разбиться на фантомы. И произведи, пожалуйста, их визуальный осмотр на наличие блоков, затемнений, деформаций. Проверь работу чакральной системы. Проверь движение энергии по меридианам. Дай, пожалуйста, свой комментарий. Давай начнем с красного тела. Разбилась? Да, давай она сначала начнем. Хорошо. Итак, первая чакра красная. Что ты видишь? Первая чакра красного цвета. Ну, и здесь незначительные проблемы в женской части. Хорошо. Здесь все. Переходим ко второму фантому. Желтый фантом. Оранжевый фантом. Это два пальца ниже пупка. Ты знаешь, у нее от рук что-то идет с красного на оранжевый. Колотки. А так оранжевый нормальный. Это мы проверим потом. Хорошо, переходим к третьей. Желтая чакра, да? Это живот. Желтый. Яркий фантом у нее на самом деле. Ничего так не бросается. Глаза. Хорошо. Переходим к четвертому фантому. Это грудная чакра зеленого цвета. Зеленый тоже яркий. Хорошо. Хороший фантом. Светло-голубому переходим к третий глаз. Он голубой, бледненький у нее. Бледненький. Хорошо. Это, по-моему, шея. Светло-голубой. Это у нас вишутка. Это у нас голосовая чакра. Это шея. И вот он бледненький. Бледненький. Хорошо. Переходим к шестой чакре. Это темно-синий цвет. Третий глаз. Хорошо. А темно-синий хороший у нее. Глубокий такой цвет фантома. И седьмой фантом. Это фиолетовый. Фиолетовый. Фантом яркий, но на нем такое ощущение, что перечеркнут он каким-то крестиком черным. Хорошо. Теперь собери все фантомы вместе. Один, два, три. Все фантомы собираются. Я думаю, может, сразу поставим тюрьму. На всякий случай. Тюрьму давай поставим. Хорошо. У меня ничего особенного здесь. Не вижу какие-то каналы пока. У нее с головой что-то. Не пойму, что я сразу не стала говорить. На красные фантомы у нее от шеи и выше головы как пустота. Хорошо. Давай. И на счет три в комнате появляется лазерная клетка. Один, два, три. Лазерная тюрьма появилась. Ну, есть. Хорошо. И теперь переходим к более глубокому анализу, более глубокой диагностике, выяснению причин затруднения движения энергии по фантомам по чакральной системе. Даю команду диагностики и настраиваясь на биополе Гаухар, которое полностью проецирует на всем своем энергетическом поле, на всех своих фантомах всю чужеродную энергию, все приставы, свечивают ее. Ты видишь всю, полностью чужеродную энергию на ее энергетическом поле. Один, два, три. Так, ну что я вижу? У нее на руках, знаешь, как оковы на запястьях. Магия? Оковы и от них цепи идут. Скорее всего. Не знаю пока. И, значит, в паху у нее лярва, ничего особенного. Маленькая лярва. Но голова вот у нее от шеи и выше, прям голова Грея какого-то. От шеи и выше, да? От шеи и выше, да, от кая. Это он перекрывает ей третий глаз. Да, хорошо. Так. И, значит, один, два, три. Всеответственные оказываются в тюрьме. Один, два, три. В клетке есть? Ну, Грей в клетке. Грей в клетке. С ногам и к нам пока еще ничего не вышло, да? Хорошо. Руки. Руки у нее. А лярва, знаешь, она маленькая, но она черная. Руки лярва. Нет, вот в паху. А на руках у нее железные оковы такие, оковы на одной и на другой руке, на запястьях. От них идут цепочки толстые. Подари, пожалуйста, Грею. Это магический. Спроси у него, пожалуйста, когда он подселился? На какой вибрации? На какой эмоции? Ну, он говорит, она умная. Ему понравилось, да? Да, он хотел у нее вот эту вот энергию подсосать. Когда состоялась подключка? Сколько времени это? Подключка свеженькая. Шесть, он говорит. Шесть. Шесть. Чего? Месяцев? Месяцев или недель? Да. Недель, скорее всего. Потому что он еще не успел насосаться. Хорошо. Хорошо. Он понимает, что сегодня ему нужно будет уйти. Что его подключка обнаружена. Или мы договоримся сегодня нормально. Никого не будем бить током. Если он согласен это все делать, тогда мы будем продолжать дальше. Он говорит, что я еще не исследовал ее до конца. Не надо здесь побывать. Не надо тебе там больше побывать. Хорошо. Давай тогда переступим к реверсу энергии по всем каналам. И я даю команду тонкой копии Гаухар спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственные за чужеродные, негативные, патогенные, низковибрационные энергии в ее биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы сущности. Каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Гаухар. Ну, у нее вот вышла женщина какая-то к этим оковам. Черная, темная энергия к ней пошла. Заказчик и исполнитель. Или в одном лице. Да. В Грею пошло что-то? В Грею пошла, да. Все забирает. В Грею серая, серая такая пошла. А здесь... Подожди, я посмотрю по этим цепям, куда он идет. Да. На маковы были в ногах, да? На руках. На руках. Ты знаешь, эта женщина, она сама, ну сказать, не специально она это делает. Она ее за что-то постоянно ругает, или ей не нравится, или как-то вот она ее... Что не так она все делает. Это родственная душа? Да. Это кто-то из семьи. Кто-то из семьи. Какие-нибудь имена идут? И буквы только идут М, Т, Р, может быть, в имени. Хорошо. Она посмотрит это. И... Подожди. Ничего специального, просто вот она ее постоянно за что-то там пилит, там... Не нравится ей, как она делает. Это она руки на ковы поставила? Она бы сделала лучше. Но она не специально, она вот то, что делает, там, уборка, готовка, какие-то вот такие домашние, житейские дела, она все ей не нравится. Я понял. Хорошо. А кто ковы на руки поставил? Ну, вот она вот своими вот этими словами сковывает ее, да. Хорошо. Она забирает эту всю энергию, она уходит к ней? Она забирает, да. Темная энергия идет. Грей? Что он делает? Ну, к нему идет энергия. Поток энергии усиливается. Один, два, три. Гоухара дает всю негативную энергию. Ту энергетику, которую получила от Грея. И от этой женщины. Один, два, три. Поп! Грей закончил. Вот это место от шеи и выше у нее. Да. Пустое стало вообще. Какое стало? Пустое. Пустое. И установи, пожалуйста, на эти места фильтры с золотой сеточкой на все каналы. Ты знаешь, этой женщине до сих пор идет энергия. Она ворчит. Вот прям ворчит на нее за что-то. Пусть забирает. Сейчас будем проверять. Ну, не специально. Она просто такая по характеру. Ворчит. Но вот своей этой ворчанием она ей сковывает руки. Ну, посмотрим, сколько она энергии еще забрала у нее. Ждем, пока она закончена. И начнем реверс. Она задыхаться стала в своей этой негативе. Такая жизнь. Все, забрала. Хорошо. Отлично. Установи, пожалуйста, фильтр с золотой сеточкой на все каналы. Да, установила. Хорошо. И в порядке реверса Гаухар забирает чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Гаухар себе обратно. Она хозяйка своей энергии. Возвращает все свое себе обратно. Вот от этой женщины энергия такая яркая, разноцветная пошла. Энергия радости какой-то, что ли, счастья. Так, поменяли. Ты знаешь, она забрала эти оковы, и она стоит на них и смотрит. Вот вся вот эта в негативе. Она не может понять, что происходит. Это ее проблема. Хорошо. Все закончился процесс или продолжает? Нет, энергия идет. Хорошо. Вера, я же... И от Грея тоже идет что-то красная энергия и заполняет вот красный фантом вот эту голову. Да-да-да, там, где пробито было. Все. Тем не менее. Да, есть. Хорошо. Блокируя все каналы, предлагаю тонкой копии Гаухар поменять полярность всех подключек чипов, датчиков, имплантов, конвекторов и нанести импульс высоковибрационного шокового удара по этим чипам и датчикам. Вывести их из строя и воссоздать импульс шокового удара ко всем ответственным подселенцам, отсоединив по возможности все каналы на счет 3. Один, два, три, удар. Отсекаем все каналы мощным шоковым импульсом в 50 тысяч герц. Значит, женщина все забрала, а вот... Грея шарахнула. Долбанула. Не сильно, правда, ему это, но долбанула его. Пусть забирает все, что он наставил. Он готов это сделать или будем дальше? Да, хочет собирать. Подойди к Грею. Что-то я не пойму. Знаешь, у него такой характер интересный какой-то, необычный. Подойди к Грею. Ну да. Снимаются все маски и голограммы. Один, два, три. Изменился. Да. Нет, он не изменился. Ну, такие очертания у него появились. Длинные какие-то руки у него. Подойди к нему, я хочу задать ему вопрос. Как его зовут? Аллен. Аллен. Эллен. Эллен. Ну, знаешь, он хочет сказать, что он Эллен, как инопланетный. Как Эллен, да? Хорошо. Эллен, скажи, а Атман знает, что ты здесь делаешь? Он в курсе твоих дел. Он упугался. А может мне сообщить, Атману, чем ты здесь занимаешься? Все, говорит, убираю. Он засуетился так сразу. Может мне доложить Атману о твоих противодействиях? Ты нарушаешь закон свободы. Вселенной. Тебе это ясно? Да. Да, убираю, убираю, говорит. Он вытаскивает из ее плеч. А что он туда вставил? Подожди. Значит, что у нас тут есть? У нас вот по шее прямо идет ободок такой. Головой он владеет уже. И вот спускается дальше. Плечики кита-чипу спускал. Это он все вытаскивает? Да, он все убирает. Вот этими руками там длинный, прям как из мозга вот достает что-то. Что упаковал? Подожди, пускай ковыряется, подожди. Маги, будем отпускать? Да, можно отпускать ее. Хорошо. Подойди к ней. И, значит, раз открывается воронка против часовой стрелки, она уходит на свою вибрацию и частоту. Она в растерянности, она не знает, что с этим всем делать. Забирай, пусть с собой. Хорошо. Все вместе с ней улетает в воронку. Да, готово. Хорошо, закрывай, опечатывай. Закрываю, запечатываю. И пентаграмму поставь сверху. Ставлю пентаграмму. Хорошо, как там нагреюшка поживает? Он все достал. Полностью проводим проверку. Он в курсе, сейчас будет быть еще больше. Мы предупредили. И я блокирую все каналы. Предлагаю тонкой копии Гаухар поменять полярность всех подключек чипов, датчиков, имплантов, конвекторов. И нанести импульс высокого вибрационного шокового удара в 50 тысяч герц. По этим чипам, датчикам, вывести их из строя. И воссоздать импульс шокового удара ко всем ответственным подселенцам, отсоединив по возможности все каналы на счет 3. 1. Концентрируйте всю свою энергию. 2. Готовица мощным ударом шокового импульса, расстегнуть все каналы. 1, 2, 3. Удар. Отсекаем все каналы мощным шоком импульсом. 50 тысяч герц. Кого-то трахнуло? Нет, все нормально. Он держит всю эту конструкцию. Хорошо. Он готов уходить? И у нее, знаешь, просветы такие в голове, как светящиеся такие от чипов остались. Ну как, пустые светящиеся дырочки, что ли. Я понял. Он готов уходить? Он готов уходить. Он хочет скорее уйти. Не нравится. И открывается воронка против часовой стрелки. 1, 2, 3. И он уходит на свою чистоту и забывает дорогу назад. Есть. Хорошо. Закрывай, опечатай. Закрывай, опечатай, растворяй. Хорошо. Лярва? Лярва давай, Сибирь. Хорошо. Работаем в спецзащите. И на счет 1, 2, 3. Ты в спецзащите. Открывается воронка против часовой стрелки. И бери высоковибрационный инструмент для удаления лярвы. Работаешь по удалению. Присосалась сильно она. Она маленькая, но настолько черная. Вот так она давно там сидит. Ну, видимо, да. Но она небольшая. Она впилась прямо в нее. Усиль. Высоковибрационный инструмент сил. Улетело все. Хорошо. Бросай в воронку инструмент с лярвами. Пошел сброс. Все патогенные энергии уходят на самое дно галактики, где обнуляются до состояния первичной энергии. Закрываем воронку. Закрыла, запечатала, растворила. Хорошо. И из живота тонкой копии GoHard. Два пальца ниже пупка. Ну, она наполняется сейчас этой белой энергией. Хорошо. Заполнилась. Темных пятен нет. Хорошо. Тогда переходим. И переходим на волну неупокойной и бесплотной души. Один, два, три. Если таковы есть, они выходят. Нет. И переходим на чистоту бесплотной подселенцы. Один, два, три. Если таковы есть, они выйдут. Высокие что-то вышло, фантом какой-то. Подойди к нему спроси, кто он и как он оказался здесь. Заблудился, говорит. Он давно сидит в теле, он давно пришел. Он сам не знает, он заблудился. Он хочет уйти в свет? Да. Хорошо. И на счет три. Открывается портал против часовой стрелки, и он уходит на чистоту света. Один, два, три. Он убежал. Закрываю, печатаю. Высокий какой-то. Хорошо. Закрываю, подожди, печатаю, растворяю. Хорошо. И переходим на чистоту магическое воздействие, если таковые есть. Виновные выходят. Один, два, три. Нету. Хорошо. И переходим на чистоту негативные эгрегоры. Если таковые есть, они проявятся. Один, два, три. Негативных нету. Есть те, которые эгрегоры находят остаться, и чтобы не остаться. Они остаются. Хорошо. Их мы не трогаем. Так. Хорошо. Давай тогда переходим к остаточным энергиям и удалению манифеста. Так. И открываем воронку против часовой стрелки. Есть. И бери высоковибрационный инструмент наподобие пылесоса для удаления остаточных негативных энергий и вибраций. По биополю гаухар. И приступаешь к работе. Вычищаем все остаточные негативные энергии. Если что осталось. Проходишь высоковибрационным инструментом от макушки головы и до пальчиков ног. Спину, грудь, подмышки. Все полностью остаточные негативные энергии полностью высасываются. Фантомы чистенькие у нее сейчас светятся. Хорошо. Подожди делаю. Я жду. Вот это место, где лярва была в паху, заполняться будет еще. Угу. Хорошо. Готово. Хорошо. И утилизируешь вместе с инструментом, воронку выбрасываешь, уносится в галактическое ядро на переработку первичной энергии. Закрываю, запечатаю, растворяю. Отлично. Хорошо. По закону свободы воли, души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, гаухар должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, она готова. Хорошо. Я говорю вслух. Я ее тонкая копия. Пусть повторяет за мной. А также и всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Вылезли какие-нибудь договора? Нет. Хорошо. Так. Программ у нас нет. Хорошо. Переходим дальше к манифесту. Ты знаешь, мне здесь... Да. ...пришел кто-то. Кто? Кто к нам мог прийти? Говорит, что он куратор или наставник, не пойму. Гаухар? Гаухар, да. Как его зовут? Пусть представится, пожалуйста. Как к нему обращаться? Ну, он говорит, что наставник Гаухар пока хватит. Он скажет имя ей самой. Хорошо. Ну, он видит, что до сих пор копия сомневается. Понимаешь, что он как копия, она вся в сомнении до сих пор. Такого вот намерения не выдает. Это информация для Гаухар. Хорошо. Да, потому он пришел ей... Дать уверенности? Нет, он ей хочет сказать, что... Ну, из-за своего сомнения она не выдает намерения. Понимаешь? Намерения нет у нее абсолютно. То есть она вот зачитывает это... Без намерения. Да, абсолютно. Ну, прошло и прошло. Как-то вот так, то есть... Хорошо, уважаемый наставник, мы это передадим Гаухар. Он еще хочет... У нее типологический ум, и... Ну, ей трудно вот это все представлять, и... Она не может перешагнуть. Понятно. Мы можем продолжать дальше? Да. Хорошо. Пусть повторяет за мной. Я посылаю все соглашения, все варианты, ранее перечисленные в галактическое ядро, если таковые есть, для трансформации в первичную энергию. Все существа, нарушившие этот запрет, автоматически отправляются в галактическое ядро для трансформации в первичную энергию силой моего намерения. Измерениях, воплощениях, временах и снах силой моего намерения. Да будет так. А так и есть. Прочитала она? Да, вот это она повеселее уже прочитала. Хорошо. Ну, вот куратор ей говорит, что она должна обратить внимание на намерение вообще узнать, что это, и пользоваться им, потому что у нее очень слабое оно. Хорошо. Хорошо. И на счет три выходит эмоциональный фантом Гаухар. Один, два, три. И проецирует тебе все негативные программы, негативные мысли формы, а также низковибрационную эмоциональную энергию, злости, раздражения, ненависти, гнева, страха, ужаса, сердитости, досады. Все это низковибрационное, есть сгенерированное. Сгенерированное проецируется на ее эмоциональном фантоме. Но у нее нет чересчур каких-то эмоций, обычной грусть, какие-то житейские такие. Спрашиваем тонкую копию Гаухар. Как она поступит с этой энергией? Она, хозяйка этой энергии, может переконвертировать из категории низковибрационной, высоковибрационной, позитивных эмоций, либо сброс в воронку произведем. Сброс. И открывается воронка против часовой стрелки и производим сброс низковибрационной энергии, эмоций, мыслей на счет. Один, два, три. Пошел сброс. Готово. Хорошо. Запечатаю. Хорошо. И подсоедини тонкую копию Гаухар к источнику высоковибрационной чистой энергии, которую Гаухар получает во время сна. 320 ей нужно. 320. И на счет 3. В биополе Гаухар начинает входить 7 высоковибрационных космических потоков по 320% каждый. Один, два, три. Фиолетовый поток пошел 320%. Синий поток пошел. Голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный. Все потоки пошли по 320% каждый. И мощность потока усиливается. Есть. Хорошо. Запускаем процесс активации идентификации души на счет 3. Один, два, три. Да, энергия везде побежала. По всем фантам. Хорошо. И давай подключим Гаухар по величной просьбе энергии Архангела Ханиила, ответственно, за ясновидение. Архангела Ханиила, мы просим подключить Гаухар к вашему источнику. И дайте, пожалуйста, ей необходимую энергию. Ты знаешь, от него такая информация идет, что она элементарно молитву к нему должна прочитать, чтобы что-то хотя бы случилось, или он ей ответил. Понимаешь? Все понял, мы передадим ей эту информацию. Спасибо, Архангел Ханиил. Хорошо. Идем дальше тогда, да? Подожди. То есть он говорит, что это не так, как пальцами щелкнул и открылся третий глаз. То есть это работа. Она должна работать над собой, чтобы тренироваться и верить в это самое главное. То есть, пожалуйста, всем дано. Спасибо, Архангел. Мы обязательно это передадим. Она будет это видео смотреть. А вот он говорит, что я уже говорил, всем будет дано, поверьте их. Да. Она сама себя блокирует. Все понятно. Спасибо большое. Можем продолжать? Хорошая энергия, Катни, выйдет сейчас. Да, можем продолжать. Хорошо. Ставим защиту. Подсоедини, пожалуйста, тонкую копию Гаухарки. Процесс пошел. Есть. Создается защитная оболочка. Укрепляется. Есть. Какая частота вибрации максимально комфортна для биополя Гаухарки сейчас? У нее сильные вибрации. И такая энергия хорошая. Миркаба в ромбе в таком 40. 40. Хорошо. Подними до необходимого значения. 40 Гц. Пошел подъем. С радостью поднимается. Хорошая вибрация. Поднялось, да? Есть. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Да, есть. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Гаухар в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому внутреннему органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Идет стопроцентная синхронизация вибраций энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Ну, встаю, да. Хорошо у нее все подключается. Есть. И отключаемся от объекта и перемещаемся в комнату диагностики. Один, два, три. Поп. Поп. Поп.